Диафоноскоп У нас очень хорошо оборудована аудитория. В лаборатории представлен, допустим, есть такой прибор, который называется диафоноскоп. Это прибор для определения стекловидности зерна. Ребята определяют стекловидность у пшеницы. Методика очень интересная. Определяют двумя способами. Вручную и вот на диафоноскопе. Далее, это прибор для определения натуры зерна. Мы определяем натуру зерна у пшеницы, у вечменя, у овса. И затем уже высчитываем базисные и закупные кондиции. А вот здесь у нас представлен образец зерна. А вот это нам предоставили образцы третикали. То есть мы берем отсюда небольшие пробы и делаем их анализы. Рассматриваем. Что анализ-то дает? Какие показатели? Ну, вообще, хочу сказать про третикали. Это уникальная культура, которая пшенично-ржаной гибрид. Очень хорошо у нас произрастает на Урале. И урожайность, в отличие от пшеницы, достигает 65-70 сетнеров с гектара. Поэтому культура перспективная. Очень широко используется в кормлении животных. Но вот в качестве сырья для хлебопекарной промышленности, к сожалению, не востребовано. Хотя мука из третикали тоже может производиться и входить в рецептуру успешно. Такой хлеб бы обходился гораздо ниже по себестоимости, чем хлеб из дорогой пшеничной муки. Третикали мы тоже смотрим. Во-первых, делаем первое, это органолептические показатели. Затем определяем натуру, смотрим на зараженность зерна, массу тысяч зерен. И тоже пробуем молоть. Получаем опытные образцы муки. Муку в дальнейшем исследуем. И включаем в рецептуру по хлебопечению. То есть вы делаете из этой муки что-то здесь? Изделие, которое затем подвергается органолептической и физико-химической оценке. Вообще у нас ребята на дисциплине технологии хранения и переработки растеневодческой продукции работают непосредственно с продуктами питания из растеневодства, которые получаются. Это овощи, фрукты, различные злаковые культуры. Мы занимаемся хлебопечением. И очень интересные работы получается. Ездим на конкурс. Например, в прошлом году первое место заняла у нас Марина Андрюшечкина. Мы изобрели рецептуру хлеба с имбирем. Очень вкусный хлеб. Оригинальная рецептура. Она заняла первое место на конкурсе «Умник». И сейчас учится... Это областной конкурс или какой? Городской, там, российский? Это всероссийский конкурс. Всероссийский конкурс. И еще девочка большая молодец. Потеряева надежда. Тоже участвовала в разработке рецептуры из тыквы. Придумали рецепт тыквенных конфет. Мы ездили с ней на всероссийский конкурс, который проходил в городе Рязань. Тоже заняла призовое место. Это цукаты? Это не цукаты. Это конфеты. Как бы из пюре. Понятно. Они могут подаваться как в ореховой оболочке, в шоколадной. И так далее. Кипа в шоколаде? Да. Нынче мы тоже разрабатываем уникальный рецепт. Скажу вам по секрету. Это хлеб, в состав которого будет входить хвоя. Блокко. Это хвою-то енгер для этого самого, для профилактики. Да. Хвоя на самом деле очень уникальный продукт. Цинги. Очень много витамина С, эфирных масел. И на самом деле это полезный продукт. Ну вот мы разработали такую рецептуру и будем внедрять ее. Хлеб таежный? Да. Да? Я угадал? Да. Круч. Ну то есть ребята экспериментируют. Предложений очень много. И добавляли в хлеб свеклу. И добавляли в хлеб орехи. Капинамбур. Когда мы ездили на конференцию, то там предлагался хлеб даже с ягелем. Для оленей. Да. Есть хлеб с семечками и с помидор. Поэтому мы тоже с ребятами все время рецептуры новые разрабатываем, делаем расчеты и публикуемся, ездим на конференции. То есть я правильно понимаю, что каждый год разные студенты меняются? Да. И так же меняются вот эти вот все движухи, вот эти разные хлеба и так далее. Не просто что из года в год мы ржаную муку мешаем с этой мукой. Совершенно верно, вы правы. То есть постоянно что-то новое мы постоянно придумываем, пробуем, экспериментируем. Что-то нам не нравится, что-то у нас получается. Очень хорошо ребята в прошлом году помогали, когда у нас был юбилей университета. То есть сами производили хворост, различную выпечку. Мы этим потом угощали наших гостей. Студенты молодцы. Но это инициатива от вас исходит или от студентов? Ну я думаю, что мы с ними в паре работаем. Да, в тандеме. Да. Понятно. Но это очень здорово на самом деле. Очень здорово.